Мы называемся Front Pictures. С 2003 года мы занимаемся сценическими шоу, а также проектами в области образования, музеев. Вы, наверное, даже не знаете имя нашей компании, но вы точно видели проекты, которые мы делали. Например, мы делали визуальную часть Джамалы на Евровидении, с которой она победила. Недавно мы ездили в Америку и совместно с Константином Томильченко делали шоу. И оно на сегодняшний момент набрало рекордное количество просмотров. Больше 52 миллионов только в Фейсбуке. Также мы делаем проекты по всему миру. За мной вы видите гостиницу, на которой светят 16 сверхмощных проекторов. И это один из самых больших фасадов в мире с проекцией. И эта проекция действует постоянно. Также вы можете посмотреть на наш проект в Корее, где мы создали VR-кинотеатр с 360 обзором. То есть люди стоят на прозрачном мосту, и вся проекция вокруг них. То есть это вообще считается кинотеатром будущего. Он попал в мировые СМИ и, в общем, надел много шума. В основном мы впервые в мире создали технологию, с помощью которой можно на сцене летать. До нас такого никто не делал. Это произвело сенсацию в мировых тоже кругах профессиональных. На самом деле все эти шоу состоят из двух частей. Первая – это техническая составляющая. Вторая – это творческая составляющая. Творческая составляющая – это вам нужно придумать, создать и нарисовать видеографику, которую зрители будут видеть на экране. Но дальше начинается техническая часть. Вам нужно каким-то образом сделать так, чтобы эта видеографика выводилась на очень большие экраны. Потому что на сегодняшний момент тенденция в мире – это фактически тотальный экран. То есть если вы смотрели проекты типа Евровидения, экран занимает всю плоскость. И для того, чтобы выдавать на эти экраны изображения, нужны очень мощные компьютеры. Мы сумели сделать эту технологию очень дешевой и компактной. И, собственно, эту технологию мы и презентуем. Значит, этот медиасервер называется Screenvery. Это наша разработка. И, собственно, она используется по всему миру в огромном количестве музеев, сценических шоу. Одно из применений этой технологии – давайте посмотрим сюда – это цифровые планетарии. По всему миру работают украинского производства системы. И вот здесь маленький демонстрационный купол, на котором мы показываем, как работает цифровой планетарий. Значит, используются 4 проектора в данном случае и умная система, которая соединяет эти проекторы бесшовно между собой. То есть вы видите изображение, которое как мозаика состоит из 4 отдельных изображений, но вы не видите между ними стыки. Это супер достижение. Это наше программное обеспечение, которое мы написали. И алгоритм настолько хороший, что его покупают ведущие планетарии мира. Например, в точности такая же система украинского производства находится в самом большом планетарии в Британии, National Space Center. Это технология 3D, реализована на LED-экранах, на экранах малого пиксель-пича, то есть очень высокой раздельной способности. Это технология, которая позволяет получать настоящий 3D, высокой раздельной способности и высокой качественности изображения. Эта технология уже опробована. Мы представили ее в определенной к количестве проектов. Мы имеем очень хорошие отгуки, даже прекрасные отгуки. И один из наших клиентов из Automotive индустрии в Европе сказал нам, что это самый лучший 3D-экран, который они видели до этого момента. Мы делаем все то же самое, что во время встречи про теза допомоги компьютерных технологий. Мы можем писать тут, потом витерти все, написать снова, увеличить и уменьшить изображения. Ты можешь рухать стикеры и свои нотатки. Багато разных людей могут одновременно работать над нотатками. Также ты можешь надсилать свои разработки, материалы просто из своего мобильного телефона и ехать где-то в автобусе. Я бачу на одном из этих відео что-то дивное, небезпечное. Детей на велосипедах біля шлагбауму, який не працює. Тож я можу швидко почати працювати з цим відео. Я можу збільшити зображення, роздивитися деталі і швидко відреагувати. Я можу вмить змінити деякі налаштування на залізниці. Натиснувши лише одну кнопку, змусити шлагбаум знову запрацювати чи зупинити потяг. Шоголёв.